АРХИС-24 К благоустройству нет вопросов. Черкесск сегодня посетили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды и сотрудники проектной дирекции Минстроя России. Сейчас молодые полно болеют, потому что, наверное, не ходят, не проверяются к врачу, некогда им работают. Чтобы не было потом мучительно больно, в Карачаево-Черкесии возобновляются профилактические медосмотры. Дышать не могу, нос заложен. И вот так вот у меня все течет, видите? Почерневшие стены и подорванное здоровье жители Тиберды требуют капитального ремонта и человеческого отношения к их проблемам. Теперь об этих и других событиях подробнее, но сначала небольшой анонс. Уже в понедельник, 1 марта, в прямом эфире нашего телеканала глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей региона. В ходе этой прямой линии каждый житель республики сможет задать свой вопрос напрямую Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 339 91. Решение всех вопросов глава КЧР будет держать на личном контроле. Итак, 1 марта, в понедельник, в 17.15 задайте свой вопрос главе республики. Карачаево-Черкесию сегодня посетили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды, созданного по инициативе Общероссийского народного фронта, и сотрудники проектной дирекции Федерального министерства строительства и ЖКХ. Они осмотрели состояние объектов коммунального благоустройства и капитального ремонта в нашей республике, начали с Черкеска. Вместе с проверяющими по объектам проехала моя коллега Алина Гидеева. В эту многоэтажку в северном микрорайоне Черкеска совсем скоро начнут заселяться новоселы. Поэтому необходимо, чтобы условия проживания для них были максимально комфортны и безопасны. Причем не только внутри самого здания, но и на придомовой территории. Себя сегодня обезопасить. Пусть подрядчик ему залить плиту, мешок бетона сделать, и мат один положить – это не те деньги. Но вы уже себя обезопасили. Руководитель федерального проекта ОНФ «Жилье и городская среда» отметила качество социального жилья в Черкесске. Просторные квартиры в новостройках после длительного проживания в аварийном жилом фонде станут для людей настоящим спасением. Надо просто сказать спасибо людям, которые государственно подошли. А здесь губернатор подошел государственно. Потому что это сверх лимитов тех, которые дают поддержку государства. Он понимает, что есть ситуация аварийная в домах. Он принял на себя роль и дал это социальное жилье. Далее делегация оценила благоустройство парка «Родина» в северной части города. Его реконструкция началась относительно недавно. Тут уже обустроены зоны отдыха, детская и спортивная площадки и даже фонтанный комплекс. По мнению экспертов, парк не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Хочется из каждого края уезжать со своей и с вашей традицией. С историей приехать сюда. Поэтому здорово. Современные энергосберегающие светильники, которые хотелось бы. Лавочки действительно очень удобные для всех категорий граждан. Мне нравится, что есть снаряды, что есть где посмотреть. Сейчас пойдем посмотрим детскую игровую площадку. Каждый найдет в этом уголке себе место для того, чтобы отдохнуть. Отдельное внимание было уделено покрытию вокруг фонтанного комплекса. На первый взгляд кажется, что оно деревянное. На деле это фигурный бетон с узором под древесину. Члены комиссии уверены, что эту идею охотно подхватят во многих регионах. И то, что сделали не террасную доску пластмассовую, а сделали правильный подход. И свой материал, бетон красивый, фигурный, резной, под дощечки, ну молодцы. Вот это ноу-хау, который мы теперь понесем на всю страну. Скажем, ребята, что есть. И цена-то вопросовая. Действительно она очень приемлема. Поэтому лучше, чем то, вот такое лучше делать. Но вы не встречали, да? Это первый раз я увидела, когда именно около воды сделали правильную такую, выбрали фишку свою на долговечность, на качество и, главное, на красоту. В продолжении своего визита проверяющие из ОНФ осмотрели благоустройство территорий, расположенных в муниципальных районах Карачаева, Черкесии. Алина Гидиева, Радамир Князев, Архыз, 24. На текущей неделе в республике сохранилась тенденция к снижению числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Часть ограничительных мер уже снята, однако в региональном Минздраве не планируют форсировать снятие оставшихся противоэпидемических мер, чтобы не спровоцировать новый виток заболеваемости. Ярким показателем улучшения эпид-обстановки служит перевод в резерв части коечного фонда ковид-госпиталей. Больницы, на базе которых были открыты отделения для коронавирусных пациентов, по мере выхода в резерв будут возвращаться к привычному формату оказания медицинских услуг. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 40 человек. И всего с положительным результатом ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции у нас зарегистрировано на территории Карачаево-Черкесской республики с начала пандемии 18 974. Из них 17 214 это выздоровевшие, 285 человек находятся у нас на стационарном лечении в госпиталях. Непосредственной причиной ковид-инфекция стала летального исхода у 62 пациентов, и остальные у нас находятся на амбулаторном лечении. На сегодняшний день мы имеем в стационарах 285 человек. В самые пиковые дни заболевания, это нам пришлось на декабрь месяц, количество больных достигало в стационарах до 938. И мы сегодня с уверенностью можем сказать, что число госпитализированных, так же как и число выявленных, у нас снизилось почти в три раза. В этой связи, безусловно, и на основании мониторинга, заполнения госпиталей, занятости коек, эффективности работы госпиталей, которые проводит Минздрав Республики, была необходимость сокращения коечного фода инфекционных госпиталей с выводом в резерв освободившейся койки. Итак, в связи с улучшением эпид-обстановки, в Карачаево-Черкесии снята часть ограничений, касающихся массовых мероприятий. И теперь в нашу жизнь возвращаются профилактические медосмотры. Участковые терапевты начали активно приглашать взрослое население КЧР на диспансеризацию. Уже сегодня поликлиники ждут тех, кто хочет проверить свое здоровье. Среди них оказалась моя коллега Дарья Назарова. В коридоре Черкесской городской поликлиники небольшая очередь. Кто-то ждет, когда врач пригласит на кардиограмму, а кого-то сдать кровь или проверить внутриглазное давление. Это далеко не полный перечень процедур, которые должен пройти человек, записавшийся на диспансеризацию. Антонина Ганжара уже не первый раз проходит профилактический осмотр. Женщина считает, что люди ее возраста подвержены риску разбития всяческих заболеваний. Поэтому старается регулярно проходить обследование всего организма и призывает к тому же молодежь. Ведь здоровье нужно беречь с молодым. Все время терапевт направляет. Я прохожу. В прошлом году проходила. И вот сейчас пошла, и она дала мне направление. Вот я пришла. Если кто беспокоится за свое здоровье, конечно, должны. Как же так? Должны проходить, знать. Сейчас и молодые полно болеют. То, что, наверное, не ходят, не проверяются к врачу. Некогда им работают. В связи с пандемией в порядок медобследования внесены небольшие изменения. В первую очередь они касаются мер безопасности. Люди должны быть в масках и держать социальную дистанцию. Пройти диспансеризацию могут все желающие, за исключением тех, кому 65 и старше. А также лица из группы риска с хроническими заболеваниями. Их на профобследование пока не направляют. Хотя, как говорят врачи, пожилые люди и сами просят записать их на диспансеризацию. Видимо, коронавирус заставил нас всех бережнее относиться к своему здоровью. Если раньше участковая служба или посылали смс со страховой компанией с приглашением на диспансеризацию, то таких пациентов мы пока активно не приглашаем. Но это не значит, что если они сами пришли, изъявили желание, что они сами пройдут самообращение, так называемое, конечно, мы им проводим диспансеризацию в полном объеме. Для прохождения диспансеризации в Черкесской городской поликлинике отвели отдельное крыло. Так что пациентам не надо ходить по этажам. Все процедуры можно пройти в соседних кабинетах. Сначала обследование, потом вердикт терапевта, который может направить пациента на консультацию к узким специалистам, если на первом этапе обнаружена какая-то проблема. Именно благодаря таким профосмотрам медики все чаще выявляют у пациентов различные хронические заболевания на самых ранних стадиях развития. У нас вот с введением диспансеризации выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях сейчас в процентном соотношении возросла, что, конечно же, радует. Если уж так получилось, что онкологическое заболевание, то лучше его, конечно, выйти на ранних стадиях и можно потом излечиться. По плану Федерального Минздрава в этом году обследоваться должны более 63 миллионов жителей нашей страны. А в Карачаево-Черкесии на диспансеризацию планируют направить 70 тысяч человек. Наши пациенты имеют возможность записаться предварительно, позвонив в регистратуру, записаться к своему доктору и пройти в отделение медпрофилактики все этапы диспансеризации. Напомним, что диспансеризация взрослого населения была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Но в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и поэтапным снятием ограничительных мер профилактические медосмотры в Карачаево-Черкесии возобновлены. Вакцинация в Карачаево-Черкесии набирает обороты. Уже более 6 тысяч жителей республики получили заветный укол, а с ним и иммунитет от коронавирусной инфекции. Подключились к вакцинации крупные региональные предприятия. Агрокомбинат «Южный» одним из первых организовал у себя пункт добровольной вакцинации. Подробности у Арнеста Чукова. Первый этап вакцинации на агрокомбинате «Южный» стартовал еще в начале февраля. Тогда желание получить укол спутника ВИ, а с ним и антитела от коронавирусной инфекции, изъявили 43 работника комбината. А спустя ровно 21 день медики вновь приехали сюда, чтобы ввести им второй компонент вакцины. Валентин Кутотелов прививался одним из первых. Никаких побочных действий, которыми его многие пугали, так и не почувствовал. И теперь со спокойной душой работает, не боясь принести заразу в дом и в коллектив. Валентин Кутотелов – это не больно, никаких симптомов таких нет. Кто-то что-то болтает о чем-то, а другой человек верит этому. Пожалуйста, прививайтесь. Это такой же укол, как от столбняка сделать. Вот и все. Пример коллег по работе оказался заразителен. И ко второму приезду врачей еще 27 человек добровольно изъявили желание получить вакцину. Среди них Елена Биджева. Причина вполне стандартная. Женщина хочет оградить свою семью от тяжелой инфекции. Я боюсь, что заболеют мои родители. У меня дети маленькие. Хочу, чтобы я была безопасна для них. У нас на комбинате много народу. Поэтому в любой момент я могу принести ковид домой. Чтобы этого не было, я решила привиться. Сама вакцинация проходила по всем нормам и требованиям. Сначала обследование у терапевта, где измеряют давление, пульс, сатурацию. И если врач дает разрешение, то же в процедурной медсестра колет в плечо вакцину. После этого пациент еще полчаса находится под наблюдением медиков. И только после этого может уходить. Что касается вакцины, то препарат на комбинат привезли в специальной термосумке, где постоянно поддерживается температура минус 18 градусов. К слову, добровольную вакцинацию на комбинате будут продолжать до тех пор, пока ее не получат все желающие. А таких с каждым днем все больше. Арнес Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24. Почерневшие от плесени стены, отклеившиеся обои, а главное – подорванное здоровье. В редакцию нашего телеканала с просьбой о помощи обратились жители 14-го дома города-курорта Тиберда Карачаевского района. Уже не один год в их квартирах царит сырость, а с потолка постоянно текут ручьи. Невзирая на многочисленные жалобы, ремонт кровли в многоэтажке до сих пор так и не сделан. Мой коллега Ренат Ибрагимов разбирался в ситуации. Вместо красивых обоев в квартире Зинаинды Дудова – черные стены. Такими они стали от плесени. Опасный грибок покрыл всю комнату от пола до потолка, а вдобавок их постоянно поливают сверху. Жильцы дома приспосабливаются как могут, чтобы хоть как-то защитить свое жилье. Мы уже два раза крыли своими силами. Собирала деньги, я же говорю, выслушивала, смотрела на всякие лица недовольные. Но мы крыли Толью. Толь нам в Тиберду никак не катит, потому что днем тепло, расширяется ночью, холодно, сужается, получаются дыры. Справиться с нежелательным соседством женщина и в состоянии. В квартирах на верхних этажах постоянно стоит сырость и неприятный запах. От постоянного проветривания в квартире еще и холодно. Испорченный ремонт – это полбеды. От опасного грибка серьезно страдает здоровье жильцов дома. Жить невозможно. Во-первых, аллергия уже. Ну я не могу, дышать не могу, нос заложен. И вот так вот у меня все течет, видите? Грибы растут вот на этой стенке у меня. Через каждые 3-4 дня. Настоящие поганки. Все беды в квартирах 14-го дома Тиберды и забертшавшей крыши. За 30 лет она ни разу не видела капремонта. И коммунальщиков, по-видимому, это не смущает. Не так давно в подъездах пятиэтажки сделали ремонт. Покрасили стены, побелили потолки. Жильцы своими силами попытались залатать дыры на крыше. Но дряхлая кровля быстро вернула состояние подъездов к прежнему неприглядному виду. Краска на стенах уже облупливается. На потолке желтые пятна. Более того, под вопросом состояния электрики, во многих квартирах полностью перегорела проводка. Как говорят местные жители, еще тяжелее добиться помощи от управляющей компании. На жалобы они попросту не реагируют. А по существующим проблемам дома ответ один. Средств нет из-за долгов по оплате капремонта. Сборов нет. Даже не хватает на простые ремонтные работы. Не хватает там средств. Процентов 5-6 оплачивают. На предложение, что мы хотим ввести частичный ремонт, они отказались. Говорят, года три назад кто-то ввел эти работы. Потом опять-таки, вот эта ситуация опять-таки стала так. Они хотят шатровую именно крышу. А шатровые крыши стоят, я не знаю точно, но приблизительно 5 миллионов это стоит. А таких средств нет. Жильцы проблемного дома устали от бездействия управляющей компании и намерены обратиться в прокуратуру, которая, по их мнению, быстрее сможет разобраться в их коммунальной беде. Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюгов, Архиз 24. В нынешнем году, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в республиканской столице отремонтируют 10 километров дорожного покрытия. Всего под реконструкцию попадает 21 улица. Их отбирали после анализа обращений в мэрию жителей Черкеска. Параллельно с асфальтированием проезжей части дорожные службы займутся и пешеходными зонами. При этом большая часть работ будет выполняться в вечернее и ночное время, чтобы не создавать на улицах пробок и не доставлять неудобств жителям республиканской столицы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также федерального проекта «Дорожная сеть» мэрии муниципального образования города Черкеска в 2021 году планируется проведение ремонтных работ на 21 участке автомобильных дорог. Попутно при проведении ремонтных дорог также планируется устройство тротуаров, нанесение разметки с применением термопластика, что позволит увеличить срок ее службы и также установка дорожных знаков. В прошлом году общая протяженность отремонтированных дорог составила 14 километров, в этом году планируется около 10 километров, но также дополнительно в конце года мы планируем также еще 4 километра отремонтировать дополнительно. Все улицы, предназначенные для проведения ремонтных работ, отбираются на основании обращений граждан, мониторятся социальные сети, комментарии в Инстаграм. В селе Светлое Прикубанского района после капитальной реконструкции в местной школе вновь действует спортивный зал. Казалось бы, несущественное событие в масштабах всего региона, однако именно в школьных залах рождается любовь к спорту, которая впоследствии может привести ребят к большим профессиональным высотам. Подробности в сюжете. Если раньше школьникам села Светлое приходилось проводить уроки физкультуры, что называется в плохо приспособленных помещениях, то с этого дня в их распоряжении большой и современный зал, оснащенный всем необходимым для продуктивных занятий спортом. Это очень яркое и важное событие, не только для жизни села, в рамках жизни района и республики. Такие спортзалы нужны очень, потому что в таких спортзалах начинаются первые шаги в спорт у детей. Отсюда выходят спортсмены, дальше продолжают свой путь спортивный, спортивную карьеру. И вполне возможно, что они заканчивают свою карьеру, уже будучи чемпионом мира и Олимпиады. Это очень яркое и нужное событие спортивной жизни нашей республики. Поздравить ребят из Светлого с открытием спортзала съехались творческие коллективы всего Прикубанского района. Праздник был организован в патриотическом духе. Ведь совсем недавно страна отпраздновала День защитника Отечества. А юные тэквондисты села продемонстрировали свои навыки. В течение вот этих лет глава республики Рашид Борисович, какое внимание уделяет именно спорту молодому поколению. Вот в этой программе «Шпех каждого ребенка». Вот не только этот спортзал у нас. У нас спортзал и в Кавказском, спортзал в Величевской средней школе. Вот это уже третий спортзал. В этом году в поселке Ударном точно такой же реконструкция и ремонт капитальный будет. Ввиду того, что наш зал уже в очень хорошем состоянии, мы надеемся, что здесь будут проводиться замечательные соревнования как районного масштаба, так и регионального. Надеемся, что в стенах этого зала, в стенах этого здания вырастет не одно поколение чемпионов в будущем. Сегодня в республике спортивным объектам уделяется особое внимание. В текущем году в эксплуатацию будут введены сразу несколько спорткомплексов в Прикубанском и Адыгихабльском районах. А в Карачаевске стартует строительство долгожданного ледового дворца. Раймешен Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Патриотизм и активная гражданская позиция в Индустриально-технологическом колледже Черкеска подвели итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. После нескольких недель спортивно-массовых мероприятий, уроков мужества и военных игр, настало время праздничного концерта, на который были приглашены ветераны-афганцы и наша съемочная группа. Уроки мужества, спортивные соревнования, стрельба в тире и эстафеты. Это лишь малая часть мероприятий, которые проходили в течение месяца в стенах Индустриально-технологического колледжа Черкеска. Ведь военно-патриотическому воспитанию молодежи в этом образовательном учреждении уделяют самое пристальное внимание. Наши ребята активно принимают участие во всех мероприятиях, которые запланированы по плану воспитательной работы. И особенно дети любят, естественно, спортивные мероприятия, которые у нас проводятся, связанные с разбором оружия. Мальчишек наших у нас в основном в колледже больше юнош учатся. Поэтому мы особое внимание уделяем воспитанию военно-патриотическому. В ознаменовании завершения военно-патриотического месячника учащийся колледжа вместе с преподавателями организовали праздничный концерт, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, пригласив на него членов Городского совета ветеранов и участников боевых действий в Афганистане. Стоит отметить, что учащиеся колледжа с энтузиазмом участвовали в спортивных и военизированных мероприятиях, организованных в рамках месячника. Ведь все они проходили в игровой форме. Легко и весело. У каждого учителя даже на уроках как-то сами по-особому подготовляли. У нас были, например, внеклассные часы. Это уже не только 23 февраля, а также другим мероприятием. И каждый учитель по-своему себя как-то преподносил, это показывал. Ну, самое интересное, это было на уроке БЖ. Стреляли, разбирали автоматы, он рассказывал историю. Вот это было самое увлекательное. По мнению руководства колледжа, такие месячники военно-патриотического воспитания помогают формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию. Раскрывают их творческий потенциал и прививают патриотизм. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архыз 24. О спорте. Пять спортсменов из Карачаева-Черкесии выступили на первенстве России по самбо в Армавире. Но добиться призового места и путевки на международные старты удалось лишь одному из них. Сейчас этот борец готовится к первенству Европы. И наша съемочная группа побывала на одной из его тренировок. Азнаур Папшуов уже более семи лет занимается дюдо и самбо. Молодой спортсмен уже принес в копилку республики несколько десятков медалей. А на недавнем первенстве России среди юношей в Армавире завоевал серебро. Спортсмен видит в этом не только свою заслугу, но и своих наставников. В своей первой схватке Азнаур потерпел поражение. Однако это лишь подстегнуло его. В следующем поединке и вплоть до финала молодой спортсмен одерживал только победы. Давно у нас в республике не было таких результатов. Мальчик старался. Он завоевал серебряную медаль. Серебро нам дает выход на первенство Европы по самбо. Надеюсь, он на первенстве Европы уже принесет нам золотую медаль. Всего из Карачаева-Черкесии в том турнире участвовало пять спортсменов. Осилить конкуренцию смог только Папшуов. К слову, он единственный спортсмен из СКФО, занявший призовое место. Соревнования были очень тяжелые. Потому что мы, во-первых, работаем в основном по дюдо, по самбо начали выступать, потому что из-за пандемии было очень мало стартов. И мы по самбо выступили на СКФО, заняли первое место. Мы поехали с тем расчетом показать хорошую борьбу. Ну вот мальчик сумел завоевать серебро. Сейчас вся республика болеет за наших борцов, которые будут выступать на первенстве Европы в апреле. Такие выезды стали возможны благодаря помощи родителей спортсменов и спонсоров. Я хотел бы выразить благодарность Хабсироку, Валиду Джамботовичу и Тамбиеву Эдуарду. Они нам часто помогают. Большой вклад в результатах наших тем, что они нам помогают. И хотелось бы еще поблагодарить наш родительский комитет, который может в любую минуту поддержать наших спортсменов. Такими, на наш взгляд, были основные события этого дня. Напоминаем, все новости республики вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего. До свидания. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова